Радио сказы «Приключения Егорки Победоносцева» на Новой Лавинской линии Подготовлены в рамках проекта, поддержанного Фондом президентских грантов Автономной некоммерческой организации «Новая линия» Глава пятая Лаба-лабушка, молодцовая любушка Станица Лавинская, как уже и было сказано, названа была по имени реки, на берегах которой она расстраивалась. Нрав у реки был своевольный, горная красавица не всех подпускала к себе. Поэтому работать на переправе могли только те, кто по душе переходился. Много историй происходило на ее берегах, ведь река была и остается источником жизни. Станичники и воду отсюда брали, и стирали здесь, и рыбачили, и коней купали, и переправы налаживали. Сразу же после прибытия в станицу, мне предложили пойти работать на переправу. Казак я был справный и сильный, но для этого необходимо было проверить, примет ли меня река. Лаба-девка характерная, говорил опытный казак. Казак Кочубей. Он несколько лет уже переправы промышлял, все ее повадки и привычки выучил. Не понравишься? Даже не подходи, другое ремесло себе ищи. Да аккуратным будь. Некоторые казаки легкомысленно относились к ней, вот и утоплен. Да их русалки в мужья забрали. Их и дно вставил Стас Рябаконь. Кочубей неодобрительно посмотрел на него. Негоже про стихию шутить, она же припомнить может. Я слушал разговор товарища и думал о своем. Как стирку и контакт заиметь? Поблагодарил товарища за совет и пошел на берег. Вечер здесь был особенно красив. Заросли из молодых деревьев и бурьянов, блузники и глина, перемежаясь, создавали удивительную живописную картину для художников и удобные места для переправы. Немного подаль были построены мостки, с которыми женщины стирали белье, а мальчишки рыбачили. В заводях рыли норы огромные раки, таскать которых тоже нужно было уметь. Множество рыбы и птицы, которые обитало на воде, делало эту артерию жизни привлекательной как для человека, так и для животных. Но тут тоже были свои правила, нарушать которые никому не дозволялось. Затем следил дух реки Варга и ее многочисленные помощницы русалки. О них-то и говорил ехидный Стас. На посиделках он клялся товарищам, что сам видел одну из них и что одного знакомого казака русалки утошили к себе. Ему мало кто верил, но реку уважали все. Я подошел прямо к берегу. У переправы теснились громоздические плоты. Они отдыхали после ненапряженного дня. И деревянными спинами перевозить доводилось много всего. Саница обретала славу торговой, безопасный товар и возможность быстро переправить его через реку. На плотах переправляли повозки, живность и просто одиноких путников, которые потом направлялись к Майкопской крепости или дальше. По дороге была возможность выгодно приобрести товар у горцев и продать его подороже в степных селениях. Мысли обо всем этом теснились в голове, пестрым хороводом. А тем временем в воде лучи солнца, спешащего на закат, играли в юрких ручейках с рыбками, гладили камушки и подмигивали мне мимолетными бликами. Вдруг я увидел отражение чьей-то улыбки. Подняв голову, в глаза в глаза встретился взглядом женщины в зеленом одеянии. Холодная, гибкая, как лоза. Она была похожа то ли на змею, то ли на один из лобяных ручьев, то ли на рушалку. Красавица сидела на краю одного из потов и улыбалась. «Не ко мне ли ты пришел, Григорий?» Спросила она меня. «К тебе, видимо, коли ты и есть лоба». «Я дух речной. Варгой зовут меня». «Слыхал про тебя. Значит, к тебе, сударыня». «Что ты хочешь, казак?» «Прибыл я в станицу эту, как не завтра было велено, с секретным поручением. Все выполнил, как он велел. Теперь дела себе ищу. Хочу вот на переправе работать. Дозволишь?» «Вижу силу в тебе и знания. Твой предок водных духов уважал. На одном языке с ними говорил. И тебя умением наделил. Только спит оно пока в тебе. Но это до времени. Да справишься ты с характером лобы. Испытает она тебя сначала. Но ты не трусь. Это проверка. Если вдруг что, мои помощницы тебя из пучины достанут. Из водоворота вытянут». «Благодарствую, Варга». «Я не закончила, казак. Ты помни, что река — это рубеж. А здесь все человеческие качества ярко проявляются и обостряются. Увидишь богатство многие у чужих людей. Захочешь их присвоить или цену завысить за переправу? Берегись, казак. Здесь нельзя наживы искать. Не то это место. По правде жить будешь. И река тебя любить станет. Род твой оберегать». «А коль вопрос, какой будет у меня к тебе, или совет нужен станет, как позвать тебя?» «На берег приходи, я услышу». Засмеяла женщина и растворилась заходящим солнце. Как и не было ее. Я обрадовался. На душе стало легко. Река приняла меня. Значит, жить нам тут. Нашел я свое место. На силу меня жаловаться было грех. Товарищи помогли плод смастерить из хорошего дерева. Коего тут много, крепкий и надежный. Не раз выручал он меня. Конечно. Лоба не давать мне сразу. Нового перевозчика восприняла настороженно. Да и пока плод строил, несколько разбаловалась. Бревна утаскивала. Словно проверяла, насколько крепко мое намерение дружить с ней. Но казака так просто не возьмешь. С упорностью молодого бычка я шел к поставленной цели. Поначалу мне товарищи доверяли лишь небольшую поклажу перевезти. За что и денег-то было не взять. Или каких-то людей неприглядного вида, которые, может, и не расплатились бы за переправу. Всякое было. Однако я на судьбу не роптал. С благодарностью принимал всех, кого Бог посылал на встречу. А с слабой я крепко замирился после того, как она чуть жизни меня не лишила. Было это холодным ноябрьским днем. К переправе подъехала большая подвода, груженная бочками с маслом. Тяжелая и объемная. Она надвигалась на берег, урча с сытым брюхом и заранее возмущаясь предстоящим неудобством водной переправы. Так получилось, что других плотов рядом не оказалось. Я один на реке был. Купец, грузный мужик лет пятидесяти, глядел из-под лобья. Мне на ту сторону надо. Пробасил он. И побыстрее. Делать нечего. Начали погрузку. Судя по всему, река была не в духе. Она несла мутную воду, раздраженно удаляясь от берега, выкорчеванную где-то по дороге деревьями. Бурлила водоворотами. В общем, всячески давала знать, что не готова сегодня переправлять людей куда бы то ни было. Бывалые казаки, видя такое настроение, наотрез отказались работать и разошлись по домам. Приезжие же остановились по гостевым домам, нуждая милости от природы. Я, горячий и бедовый казак, решил положиться на русский овощ и свое везение. Решил уговорить бунтаку. Лабушка, Любушка, не злись, Голубушка. Нужно их переправить. У них груз важный. Его многие люди ждут. Помоги, красавица, мне на тот берег переправиться. Мой плод, более походивший на паром, потихоньку стал отставать от берега. Однако река не унималась. Она несла мощным течением, легко, как хрупкое стекло, стремясь бросить на камни и закрутить посильнее. Я изо всех сил старался выправить плод. Когда русло уже было переодолено наполовину, плод все-таки цепанул бортом камень и проплыл по течению остальной путь. Был буквально вышвырнут на берег. Доставив путников, мне пришлось налегке отправиться в Асфаясе. И вот тут река решила преподнести мне урок. Она играла моим плодом, как щепкой. Кружила и носила меня из стороны в сторону, стараясь бросить пучину. Вскоре я выбился из сил, потерял сознание и упал в бешеный поток черной от гнева воды. Зачем ты пришел сегодня? Тебе же сказали, что я не в духе. Или ты сам не видишь, упрямый казак. Тебя бы стоило хорошо проучить. И слышал то ли щепение, то ли ворчание в рокот раздосадованной лобы. Видел встревожные глаза варги. Чувствовал, как тело волочит течением по острым камням, засасывая в густой липучий ил. Но чьи-то цепкие руки не давали своей нравной стихии затащить меня куда-то вглубь. Как говаривали на второе дно, кто-то упорно пытался вырвать меня из илового плена и тянул вверх из воды. Хлестал по щекам, не давая совсем отключиться. Боролся за меня из последних сил. Внезапно сопротивление прекратилось. Я упал на что-то мягкое, как пух. Стало легко дышать. Очнулся, я в камышах. Мечность была незнакомой. Хлестал ледяной дождь. Руки и ноги онемели. Я едва мог двигать ими. Сразу же включился разум, который заставил меня двигаться. Кое-как, перевернувшись на живот, я пополз от берега подальше. Через некоторое время пришел в себя. Услышал шелест ветвей, по которым били тугие капли. И решил укрыться под деревом, чтобы осмотреться и понять, что делать дальше. Двигаться было легко. По удивлению, ничего не болело. Словно онемело все тело. Варга! Позвал я мысленно. Ты слышишь меня? Слышу, казак! Откликнулся дух реки через некоторое время. Где я? Не узнаю местность. Куда меня унесло? Ты наизнанке, Григорий. Изнанке чего? Изнанке реки. Ты же знаешь, что у лобы есть второе дно. Так вот, ты здесь. Тут живут все утопленники и пленники, которых лоба забрала. Это был их выбор. Во время осенних туманов они тоскуют. Иногда выходят к людям. Но обычно для тех, кто попадает сюда, назад хода нет. Здесь всем хорошо. Все есть. Спокойно, легко. Они вечные пленники. И многие богатства, которые находятся здесь, на втором дне реки, им ни к чему. Так я что, умер? Или выбраться отсюда? Я торопел. Ты не умер пока. У тебя много незаконченных дел осталось. Но ты выбрать должен, куда дальше идти. Тут река неволить не может. Думай, казак, в покое жить или назад вернуться? Голос стих и совсем пропал. На мгновение исчезли все звуки. Было ощущение, что и воздух пропал. Лишь мгновение. Фух. Я вдохнул воздух полной грудью и будто вывалился в яг. Ливень обрушился на меня с новой силой, вдавливая в грязь прибрежной жижей. Глина, казалось, впиталась в кожу. Мокрые волосы лезли в глаза. Тут же впились в тело острые камни. Камыш резал руки и лицо. Холодный дождь избивал меня предми, не прекращая. Казалось, он шел в обеих реальностях, заполняя собой все пространство. С новой силой навалилась боль. Тело словно пропустили через жернова. Я лежал истерзанный и растоптанный. Вернее, размытый до нельзя, но живой. Расхватавшись, голос, я пополз в направлении станицы. Ну что ж, казак, живи да помни. Уважать мою волю не будешь, в следующий раз не отпущу. И слышал я рок от руки. Понял я, матушка, благодарствую, что живой. Ликой ответил я. Уж проучила, так проучила. Да так мне, дураку и надо. Откуда только силы взялись? Я поднялся на ноги и направился к дому. Матрена извелась, ожидая меня. Былучи на сносях, она не находила себе места, предчувствуя дурное. Подскочив от страшного стука в дверь, она оприметью бросилась открывать, забыв о любой предосторожности. Я валился в хату кулем, упал на лавку и больше подняться с места не смог. Жена попросила соседей помочь переложить меня. Ухаживала несколько дней, пока не пришел в себя. Старые казаки только качали головами. Река не прощает неуважения. Все, кто не слушал предупреждений, плохо кончали. Вот еще одно тому подтверждение. Женушка не обращала внимания на ворчание и пересуды. Ворочевала меня как могла. И вскоре я пошел на поправку. Плота своего, разумеется, я так и не нашел. Разметала его своей нравнице, пришлось мастерить новый. С тех пор мы с рекой заключили мир. И не было теперь лучше перевозчика на переправе. Так шло время. Народили мы с Матрёмой пятерых сыновей и дочку. Младший сын Фёдор жил с нами, остальные отдельно. И было у нас уже шестеро внуков. Да ни одному хлопцу сердца не ёкнул амулет передать. Значит, не пришло время. Над передачей работали Андрей Белов, Екатерина Парасоцкая, Лилица Океан, Глеб Гольцов.